Субтитры сделал DimaTorzok Ну, Сатоши. Сатоши, блин, отлично. Так, посмотрим. Тензин 5. Это 23 или 33? Почеркю, Ямазаки Сенсе. Какое хорошее начало! День был явно немой. Утром я уронил свой будильник, и, разумеется, он перестал работать. Прямо передо мной кто-то купил последний сэндвич со свининой. Плюс уже после окончания учебного дня мне не повезло наткнуться на Ямазаки Сенсея, заставившего меня выполнять поручение. Так что, хотелось мне или нет, я был на поти Кьюи Сенсе, пропустивший работу по болезни, чтобы занести кое-какие заметки. Надо будет попросить у Юки прощения. Она, наверное, расстроится, что нам не далось пойти по магазинам. Тензин 5. 23, номер 11. Нашел? Тензин от названия города, если кто-то не въехал. Если только мне не нужен был дом 633, номер 77. Я остановился и сравнил адрес на бумажке с адресом жилого дома перед собой. Здание двухэтажное и какое-то немного потрепанное. Ему, наверное, лет 20. Пипец, блин, я живу в доме, которому почти 70 лет. 20 лет? Какое-то здание потрепанное! Выглядит не очень надежно и красивым его не назовешь. Ничем не примечательное, обычное здание. Квартира 207 или это 201? Как вообще у кого-то может быть такой ужасный почерк? Более того, у учителя. В любом случае, квартира точно на втором этаже, так что придется подниматься по этой невероятно узкой и крутой лестнице. И крутая лестница. И крутая. Лестница покрыта пятнами ржавчины. Зачем кому-то жить в такой развалюхе? Денег нет, вот и живут. Неужели у учителя такая низкая зарплата? Чувак, добро пожаловать в реальный мир! Я немного сочувствую Юи-сенсей. С другой стороны, это здание очень подходит ее характеру. Ну ты только что обосрал просто. С этими мыслями я наконец добрался до квартиры 201. Вот она, 201. Да уж, не похоже, чтобы Юи-сенсей тут жила. На табличке рядом с дверью в квартиру написано незнакомое мне имя. Значит, попробуем другой вариант. Я прошел мимо квартиры 201 и направился дальше, в конец коридора. Мне немного не по себе от блуждания по незнакомому жилому зданию. Я вроде не делала ничего плохого, но проходя мимо сваленных в кучу старых газет и игрушек, я почему-то занервничала. Кстати, вы попадали когда-нибудь в чужие парадные? Вот если да, я думаю, вы сейчас очень хорошо понимаете, Сатоши. Потому что я попадала. Ну то есть, знаете, не когда ты приходишь кому-то в гости, а просто когда попадаешь в чужую парадную. Это неприятно, действительно. Так учитывая, что ты действительно делаешь что-то противогазаконное. И наконец дошел до последней двери. Куда? Нашел. Вот оно. Я вздохнул с облегчением. На табличке написано Шишиду. Для почерка взрослого человека буквы слишком закругленные, нарочито миловидные. Это точно квартира Юи-сенсея? А это что? То есть он понял по почерку, но не понял по имени, что ли? Не, ну я поняла, что он понял, если что. Не паритесь. Я нагнулся посмотреть, что было написано на бумажке рядом с табличкой. Осторожно, злая кошка? А не должно быть осторожно, злая собака? В стиле Юи-сенсея. Так, какие именно нужно принять меры предосторожности от кошки? Это вообще реально, чтобы домашняя кошка была злой? Чувак, реально. В любом случае, теперь ты точно ясна, что это квартира Юи-сенсея. Так что моя миссия подходит к завершению. О чем вообще думал Ямазаки-сенсей? Относить конспекты больным одноклассникам нормально, но относить заметки по уроку больному учителю, это другое дело. Это как-то странно. Школьник не должен этим заниматься. Правда, он сказал, что у него совещание, что только ученик может ему срочно помочь. Но нормально ли давать школьнику в руки и планы уроков? Было бы проблематично, если бы я их прочитал. Чувак, сдается мне, что Яма этот самый знал, кому давать. Я начал задаваться всеми этими вопросами, что заставило меня понять, насколько ценны документы в моей сумке. Но несмотря на искушение взглянуть на них, я просто не мог так поступить. В конце концов, Ямазаки-сенсеям не доверился. Я сильнее этого. Нельзя позволить таким пустякам испытывать мою силу воли. Так или иначе, я на месте. Нужно только забросить эти документы и дело с концом. Выбросив все свои сомнения из головы, я нажал кнопку дверного звонка. Я ждал, 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 но никто так не открыл. Звонок же работает. Зато, что такой валенок иногда, честно. Юи-сенсей! Юи-сенсей! Я снова позвонила в дверь и начал звать Юи-сенсей. Чувак, она болеет, она может спит вообще. Кинь в щелочку, вон она же, это ж щелочка для почты. Кинь в нее, вали оттуда! Но ответа все еще нет. Что делать? Может, она спит? Во! Она же болеет. Может, она не хотелось бы обузить? Но я как-то беспокоюсь. Мы расстроились, узнав, что Юи-сенсей взяла сегодня больничный. Поэтому я все-таки немного рад просьбе навестить ее. Я думал, смогу проверить, как она себя чувствует. А потом рассказал бы обо всем этом. Об этом всем, господи. Я даже не подумал, что может не получится ее увидеть. Юи-сенсей! 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 Мать вашу. Нет ответа, а? Юи-сенсей, вы дома? Прошу прощения, вернее. Да, вот ты орала, она не услышала. А сейчас ты тихо спросила, она резко услышит, да? Наверное, она спит или ушла к врачу. Но вдруг с ней что-то не так. Я попытался заглянуть внутрь через отверстие для почты. Думал, может, увижу что-нибудь. Юи-сенсей. А сейчас она там голая. Это как-то нехорошо, заглядывать в чужой дом без разрешения. Но я правда волнуюсь за Юи-сенсей, так что моя совесть чиста. Хе, злая кошка, привет! О, кошка. С той стороны на меня смотрит халеный кот. Слегка наклоняя голову, он мило мяукнул. Че, в глаза тебе цепится. Должна быть та самая злая кошка. Юи-сенсей часто рассказывала об этом своем маленьком друге, так что я помню его имя. Ты у нас... Море, да? Ой, нет. Моне. Кажется. Прикольно, у меня кошка зовут почти так же. Да, Моне-чан. Какой хороший котик. Хе, красивый котик. Юи-сенсей часто говорила о своем коте, поэтому все в классе о нем знают. У нее на полке даже были спрятаны банки кошачьей еды. Наверное, слишком много купила и в квартире все не поместилось. Эй. Котик, котик. Моне. Моне. Юи-сенсей дома? Естана дома. Не мог бы ты ее разбудить, а? Да, вот сейчас он телепатически поймет, что ты ему говоришь и пойдет разбудит. Хорош, котик. Так, я думал, что не сработает. Я сдался и почувствовала себя побежденным. Да чем я вообще занимаюсь тут? Закрыв отверстие для почты, я поднялся на ноги. Черт. Ладно, надеюсь, Юи-сенсей в порядке. Наверное, она сейчас просто не дома. Значит, и входная дверь точно заперта. Обдумывая варианты, я на всякий случай взялся за ручку двери. Дернув за ней, я толкнул дверь. Она с легкостью открылась. Не заперта? Черт, это нехорошо. Нельзя выпускать Моне. Ну и растяп, твоя хозяйка. Оставила дверь открытой. Усики Моне дернулись, когда я обратился к нему с порога. Че говоришь? С Агмяусом? Да, мы с тобой отлично друг друга понимаем. Очень смешно. А вот японцы, они такие странные, они смеются иногда вообще на пустом месте. Странные люди. И вот я стою и говорю с котом, как я дошел до такой же жизни. Так что теперь? Мне немного не по себе. Кстати, вот не знаю, у вас есть домашние животные? У кого есть? Вы говорите с ними? По-моему, это за милое дело вообще поговорить с кошкой или с собакой. Как можно с ними не разговаривать? Есть вообще такие в мире люди, которые не разговаривают со своими домашними животными? Это, по-моему, неадекватные люди какие-то. Я не только заглянул в чужой дом, я еще и вломился, не задумываясь. Почему задумываясь? Более того, тут Юи Сенсей живет. Одна. Иными словами, это квартира девушки. Я все пытаюсь оправдаться тем, что я тут по поручению, но это не очень спасает меня от осознания, что я переборщил с инициативой. Юи Сенсей? Я еще не позвала... Еще раз позвала ее. Но ответа, ожидаемо, не последовало. Так, что теперь... Что теперь? Я начала осматриваться, хотя мне и не хотелось шнылять по чужой квартире. Уходная дверь ведет прямо на кухню, а за кухней находятся двери в еще какую-то комнату. Сквозь щели видно свет. Я прислушался, но кругом тихо. Никаких признаков жизни. Юи Сенсей, значит, и правда нет дома. Еще раз. Последний раз позову ее просто на всякий случай. Мне казалось, что если я буду тихонько окраситься, это будет выглядеть подозрительно. Юи Сенсей! Юи Сенсей! Это Мачида? Ничего. Может, она спит в этой комнате? Я просто тихонько загляну... Стоп, 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 стоп. Я быстро замотала головой, чтобы выбросить эту мысль. Ужасная идея. Молча зайти в чужую квартиру уже что-то. Если я еще и в спальню загляну без разрешения, это будет уже совсем перебор. Если Юи Сенсей сейчас придет домой и увидит меня посреди своей квартиры... Да, ситуация будет интересная. Нет, к черту, ситуация будет просто ужасная. Как бы в согласии Мона мяукнул. Запаниковав, я еще раз осмотрелся по сторонам. Я будто почувствовала на себе чей-то осуждающий взгляд. Но, разумеется, никого рядом нет. Что это, блин, Белла? О, точно. Я же могу просто ставить записку. Не удивлюсь, если, кстати, ему сейчас все это снится, а он там лежит в жопе мира в этой Тензин-школе. В каких-нибудь обломках потолка какого-нибудь. Не удивлюсь вообще. Удивляюсь, как я раньше об этом не подумал, я залез в сумку, чтобы достать ручку и бумагу. Потому что это звук. Ямазаки-сенсей же попросил меня зайти. Это должно быть достаточно. Я вырвусь только с тратки. Так. Юи-сенсей. Я присел рядом с дверью и начал писать. И начал писать. Извращенная фантазия, простите. Я принес заметки по урокам по просьбе Ямазаки-сенсея. Все за вас переживают. Извините за то, что вломился. Пожалуйста, не забывайте закрывать входную дверь. Ну все, звездец приплыли. Неожиданно я почувствовала чье-то присутствие рядом со мной. Еще секунду назад не было и намека на то, что здесь кто-то есть. А сейчас я чувствую, что кто-то стоит прямо передо мной. Стоит и смотрит на меня. Я отложила ручку в сторону. Медленно поднял голову. И увидел белую. Встроенную ногу. Я так и знала. Испугавшись, я резко подняла голову и увидела, что передо мной стоит Юисенса. Я так и знала, что что-то такое будет. Сиськи. С пандами. Ой, я сейчас знаю, кто радуется. Смотря на эти панды. Юисенсей. Юисенсей. Она смотрит прямо на меня, но выглядит какой-то потерянной. Чувак, она спала. У нее температура, наверное, под 39. На голове бардак. Взгляд отсутствующий. На ней измятая, неровная, сидящая пижама. Она была совсем другим человеком. Казалось, совершенно не похожа на привычного нам работника образовательного учреждения. Слушай, да или... Сколько я там? 24, по-моему. Или 23, я не помню. По-моему, 24. Это я, фактически. Да? По возрасту. Кошмар вообще. Кстати, помните, я говорила про училку по физике? У меня такое ощущение, я так вспоминаю, мне кажется, ей где-то было лет 25. Ну так. Кошмар. Как быстро время летит. Какая старая? Юй Сенсей! Извините, что вошел в ваш дом без разрешения. Вот. Я мгновенно поднялся на ноги и протянул только что написанную записку. Но... Может она бухая вообще? Юй Сенсей просто неподвижно стоит с безразличным пустым выражением лица. Юй Сенсей? Я обратился к ней так спокойно, как только мог. Но... Она явно не в себе. Похожа на привидение. Юй Сенсей! Что с вами? Я перепугалась еще больше. Взволнованно я подошел к Юй Сенсей и стал трясти ее за плечи, надеясь вывести из прострации. Но вместо этого... Она же болеет, что ты хочешь от нее? От тряски она просто закашляла. Эй... Юй Сенсей! У нее мокрый и продуктивный кашут. Изо рта Юй Сенсей во все стороны летят слюни. Я попытался прикрыть лицо, но моя реакция оказалась недостаточно быстрой. Я провела рукой по щеке и ощутила слой вязкой слюны. Эй... 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 Вытерев слюну с лица, я наклонился на ней, чтобы взглянуть поближе. Мужик вообще отличный на заднем плане. Эй... 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 Юй Сенсей... Эй... Это я, Мачида. Из школы. Ммм? Если вам холодно, нужно лечь под одеяло. Иначе вам лучше не станет. Кстати, мне кажется, вот этот флэшбэк как бы намекает на Сатоши и на Юй Сенсея. Мне кажется, ввиду того, что эта часть игры немножечко события меняет, да, все-таки не одно и то же. Возможно, Юй Сенсей будет в третьей главе фигурировать, а мы все знаем, как ее судьба закончилась. Рассеянно она выставила свои дрожащие руки вперед, словно зомби, затем медленно открыла глаза и посмотрела на меня. У нее взгляды очень больного человека. Юй Сенсей... Юй Сенсей... Она... Цукасакун! Цукасакун! Чего? Цукасакун! 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 Чего? Юй Сенсей взяла меня в крепкую хватку. Я не мог пошевелиться от шока, я просто застыл. Она начала плакать. Ты пришел за мной, Цукасакун! Кто такой Цукаса? Что-то знакомая, кстати, где мы это слышали, я ничего не помню. Слава богу! Я так тебе рада! Юй Сенсей, стойте! Вы меня не за того приняли! Кажется, что мои слова до нее не доходят. Ну, глюки пошли. Че? Температура, видимо, совсем зашкаливает. Я чувствовал, как ее грудь прижимается ко мне, из-за чего я потерял силы вырываться. Слабаки, мужики! Слабаки! Сиськи почувствовали и все, и пипец. Бухаха! Против такого оппонента я просто бессилен. Ник, кстати, по звуку он их потрогал. Никогда раньше я не думал о том, насколько же мягкая у девушек грудь. Господи, неужели я настолько слабоволен? Пришлось напомнить себе, что Юй Сенсей меня с кем-то спутала. Собравшись с силами, я попыталась освободиться из ее хватки. Но она сильнее, чем я думал, и отпускать не собирается. Не было так страшно, Цуказы-кун! Так страшно! Страшно? Я уже не думала, что ты придешь! Она сжала меня еще крепче. Я почувствовала, что не выдержу давление ее мягких поверхностей и свалюсь. Я сильно раскраснился. Юй Сенсей! Пожалуйста, отпустите! Нет, не отпущу! Юй Сенсей! Я пытался выскользнуть, но от этого Юй Сенсей только плотнее прижала меня к себе. Мы все больше и больше вспутывались. Каждый раз, когда я пыталась освободиться, Юй Сенсей прижимала меня все плотнее. Цуказы-кун! Ее грудь хаотично скакала, а капли пота начали стекать в ее декольте. Я почувствовала жар, излучаемый ее телом, мелькающим перед глазами лбом и плечами, за которые я схватилась на 10 толкнуть от нее. Останься со мной, Цуказы-кун! Пожалуйста! Че-то знакомая, Цуказы-кун! Цуказ, Цуказ... Где? Где я это слышала? Это было? Это кто-то... Это кто-то из персонажей? Я забыла? Я ж могу! Я не помню вообще! Вы вообще хоть бейте! Да говорю же, я не он! Вопросы не давали покоя моему разуму. Почему Юй Сенсей плакала? И кто такой этот Цуказа? Но больше всего меня беспокоило состояние ее пижамы, которая от наших кувырканий стала раскрываться еще больше видов. Я не сунсеиваю, что пижама! Штаны! Штаны даже? А, вон, труселя-то, кстати, смотрите, штанов-то нет. Штаны сболзают! Цуказы-кун... Ты такой теплый! Юй Сенсей, ну! Осознав, что мои слова до нее не доходят, я обреченно вздохнул. Когда Юка простужалась, я слегка... Слегала... С лихорадкой? Я всегда до нее ухаживала, но что бы происходило вот такое, не помню. Обычно Юй Сенсей собранная и спокойная. Кто бы мог подумать, что от лихорадки ее может так накрыть? Юй Сенсей, серьезно, возьмите себя в руки! Я приложил больше усилий. Наконец, ее хватка немного ослабела. Ослабла, правильно, мне было бы написать, ну ладно. Ну и выражение ее лица сильно поменялось. Нет! Пожалуйста, нет! Извращуги! Юй Сенсей, это Сатоши Мачидо! Прошу, не уходи! Пожалуйста! Юй Сенсей ведет себя, как испорченный ребенок. Все, авторитета нам больше ни разу вообще, ни в одном глазу. Снял ботинки, которые до сих пор были на мне, я снова подошел к развалившейся на полу Юй Сенсей. Не мог же я ее просто оставить в таком состоянии. Надеюсь, не будет ко мне никаких претензий после того, как легкорадка пройдет. Будут, будут! Я все знаю, я притворяюсь, ты просто мне всегда нравился. Юй Сенсей издала летаргический стон, видимо, отвечая на мои слова. В конце концов, я не придумал ничего лучше, чем поднять ее и уложить в постель. Неспеша довел ее до разложенного футона и осторожно начал укладывать, стараясь не уронить в процессе. Далее мне предстояло расстегнуть эту ее докучливую пижаму. Зачем? Может застегнуть обратно? Колеблась, я стянул с нее пижаму, затем смахнул слегка прилипшие колбопутные волосы. Я старался не заглядывать, куда не следует, но поскольку я парень, мое сердце взволновано билось на протяжении всего процесса. Пижама Юй Сенсей насквозь пропиталась потом. Лучше, конечно, было бы ее совсем переодеть. Нет, это было уже слишком. Найти бы какое-нибудь полотенце, чтобы можно было вытереть хотя бы часть пота. Я заметил пакет из магазина, неосторожно брошенный на пол, и заглянул внутрь. О, она купила холодные компрессы. Почему она их не использовала? Юй Сенсей, будет немного холодно, но придется потерпеть, хорошо? Ладно, это должно помочь. Я положила компресс на ее лоб и накрыла одеялом. Выглядела, будто Юй Сенсей сразу полегчало. Она удовлетворенно вздохнула и расслабилась, а затем наконец заснула. А еще спрашивают, почему у японцев осанка хорошая? Потому что они спят на полу, блин! И почему у них в квартирах всегда так чисто? Потому что они спят на полу! Потому что дышать пылью с пола нехорошо, поэтому и они все делают чаще. Вот попробуйте у себя на полу поспите, я не думаю, что вам будет так же комфортно. Особенно если у вас животные, кстати, дома. Это просто печаль. Потому что шерсть, и тут все оно летает. Хоть сколько ты не пылесось. Ну у кого животные, особенно собаки, те понимают меня. Там каждый день пылесосить надо вообще страх, короче. Даже во сне, казалось, Юй Сэнсэй приходится нелегко. О, Моне! Ну как? Переживаешь за хозяйку? Злая кошка, злая! Моя, кстати, точно так же сидит у меня на коленях. Только я ее руками не поддерживаю. Она просто тупо лежит и все! И мешает мне записывать и вообще сидеть. И у меня вообще ну я от нее не имеют. Можно понять. Когда Юй Сэнсэя сказала, что она болеет, я не думал, что так серьезно. Незаметно для меня Мона свернулся клубком у меня на ногах. Я начал с ним разговаривать. В ответ на мои слова он лишь мяукнул, и на том наш разговор был окончен. Я все еще продолжаю наблюдать за Юй Сэнсэй. Ну и что теперь? Юй Сэнсэй? Да спит она, отвалетняя. Ничего, если я вас оставлю? Она не в состоянии ответить. Но... Юй Сэнсэй? Рука Юй Сэнсэй вылезла из-под одеяла и осторожно схватилась за мою штанину. Эй... По-моему, надо скорую вызывать. Мое скромное мнение. Потому что она уже в горячке, в белой, или в какой там, если она болезненная, горячка, как она называется. В общем... Плохо это. Как-то если человек... У нее, наверное, температура не меньше сорока, если глюки пошли. У меня как-то раз... Один раз в жизни была температура чуть больше сорока. Не самое приятное чувство. Я думала, я сдохну вообще. Ужасное. Но глюков у меня не было. Что ж с ней-то такое происходит? Эх... Ее хватка гораздо слабее, чем раньше. Но я знал, что буду переживать, если уйду и домой. Юй Сэнсэй казалась такой одинокой. Ну, значит, еще посижу немного. Ну, вообще-то она сказала, ничего не поделаешь, ну ладно. Стараясь с ней беспокоить Юй Сэнсэя, я села рядом с ней. Я решил, что пока присмотрю за ней. Просто решил, чтобы ей не стало хуже. Время от времени, дыхая Юй Сэнсэя, учащалась, и она хмурила лицо. Ей явно нехорошо. Бейняшка. Бульоны ей свари, чувак, если у нее есть что-нибудь в холодильнике, конечно. Или, не знаю, чаек. Чай, конечно, в таких ситуациях он как бы не очень, на самом деле. Лучше просто воду. Потому что обезвоживание идет. Неужели я больше ничего не могу сделать? Хотя, кстати, я помню, когда мне было прям вообще плохо. Я где-то неделю просто тупо лежала в кровати. Я вставала только, чтобы до туалета дойти и просто, чтобы воды попить. Я все-таки заставляла себя, потому что, представляете, неделю лежать, спина просто разваливается. Там коллега себя начинает чувствовать. Я вставала и шла, делала чай. И становилось, кстати, чуть-чуть полегче. У меня была, по-моему, температура 39 с половиной. Это было пару лет назад. Неважно. Лирическое отступление. Неужели я больше ничего не могу сделать? Я тихо окинул взглядом коридора. Знаете, вот сейчас еще раз. Самое мерзотное, вот эти врачи наши тупые, я сейчас немножко пожалуюсь. Они знают, что у тебя говно. Состояние полное. То есть полное гуану. Они тебе... Вот что за дебильное? Вот никогда не понимала врачи, которые, знаете, назначают... ...посещение себя через день. Ты видишь, что человек явно за два дня не поправится. На кой хрен ты, зная, что у тебя будет очередь в 500 тысяч человек, и к тебе будет хрен как пробиться, ты заставляешь человека переться к тебе, прекрасно знаешь, что через, грубо говоря, послезавтра он не будет здоров. И из-за твоих сраных очередей ему придется просидеть в очереди часа три. Мне это так бесит. Я не понимаю логику этих людей. Это вот эти правильные педантичные врачи. Убить, блин, убить ногами таких вообще твари. Не могу, ненавижу таких врачей. Все такие правильные, они, типа, самые умные. А вот когда там был один момент, то есть врач еще не понимал, что со мной денег. Лучше он какой-то атлас достал, разложил. И я смотрю на него такая, думаю, чувак, что ты здесь делаешь вообще? Я атлас могу и дома открыть, если что. Ну, не атлас, но вы поняли. Неважно, все, закончили. Когда я вел ее СНС, я заметил, что кухня, которая рядом со входом, необычно чистая и в хорошем состоянии. Но так может она потому, что живет, тут убирается? Нет, тебе такое в голову не пришло? Было видно, что сегодня ею не пользовались. Интересно, ела ли она что-нибудь? Ну, кошка точно не ела. Вообще-то в такой ситуации жрать не хочется. И не нужно. Вот водичку попить, это еще да, потому что бульон даже иногда трудно проглотить. Мона мгновенно перелила взгляд в другую сторону. Посмотрев туда же, я увидела в углу миски. Одна до краев наполнена водой, а во второй куча сухого корма. Не, смотри, нормально. Ну, кто-то точно тут хорошо кушает, да? Не кормите никогда животных с сухим кормом. Никогда. Редко там, может, раз в два месяца. Ну, знаете... Можно, да? Никогда не кормите. У меня плохой опыт с сухим кормом. Не у меня лично, конечно. Но не стоит, серьезно. Лучше покупайте вот этот в баночках, который мягкий такой. И, короче, приучайте хотя бы к нему. И смешивайте этот корм с натурпродуктом, там, с кашками какими-нибудь. На дольше хватит, и кошка сожрет за милую душу. Я вам говорю, серьезно, как профессионал. Не надо с сухим кормом кормить. Это плохо кончается. Даже в бреду от лохорадки она о тебе заботится. Но так нельзя, Юй Сенсей. О своем питании нужно думать в первую очередь. Вы, кстати, заметили, что в процессе прохождения этой игры я многое рассказываю. Да? Всяких историй. Я не знаю, если вам интересно это или нет. Может быть, я таким образом вообще сильно нарушаю атмосферу игры, что, скорее всего... Ну, простите, если что. Свои слова я подкрепляла жестами, мотая головой. Мона смотрела на меня, пытаясь понять, что я делаю. Я иронично улыбнулся. Доставая из пакета компресс, я заметила в нем какую-то дешевую магазинную еду. Похоже, она этим собиралась сегодня питаться. Не лучший вариант для больного. Хотя бы рис и яйца. Сох. Сделать ли я яичную кашу? Яичная каша? Не знаю таких. Я знаю рисовую кашу. Может, она-то имеет в виду? Вообще, рис и яйца, это как-то для больного человека сухомятка. Она с запора не боится. Ладно, неважно. И сенсей, можно воспользоваться кухней? Она в шоке вообще. Ее болезненное лицо горит красным, а не членоразельный стон и не дает мне ясного ответа на мой вопрос. Не думаю, что чего-нибудь тут добьюсь. А ты, Моне? Разрешаешь мне воспользоваться кухней? Отлично. Спасибо. Мяукание Моне немного облегчило мою совесть. Хотя у меня не было причин чувствовать себя виноватым. Мне кажется, обстоятельства заставили. Но все же мне казалось, что должен хоть немного сцедиться со своих действий. Извините, Юи-сенсей. Мне придется отойти. Я один за другим отсоединил сжимающий мою штанину палцы. Выражение ее лица изменилось на слегка раздраженное, но причин полагать, что она может проснуться, нет. Аллилуйя. Так, посмотрим, что можно сделать. Ну, посмотрим мы, я думаю, в следующей серии, потому что, на самом деле, этот флэшбэк что-то затягивается. Поэтому, поэтому, поэтому прощаюсь все с вами. В общем, надеюсь, что вам понравилась эта серия. Была пара, была пара забавных моментов, особенно с белой ногой. В общем, если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии по поводу серии, или вообще, если вам есть что сказать, в принципе. Вот. И, в общем-то, до встречи в следующей серии. Всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Сэвен, всем удачи и пока-пока.